Для того, чтобы начать вести какую-то хозяйственную деятельность по освоению земельного участка на территории садоводческого товарищества, необходимо также сдавать уведомления о начале строительства. Фактически данный документ ничем не отличается от предоставления документов по выдаче разрешения на строительство. Ну, там есть определенные нюансы, но в основном это представляет собой фактически тот же документ. Соответственно, строительство без уведомления администрации муниципального образования, город Курор Сочи, невозможно. То есть строительство можно начинать только после того, когда администрация ответила, что данные планы по строительству соответствуют действующим на территории градостроительным регламентам. По завершению строительства необходимо уведомить также администрацию за 10 дней до окончания строительства. За 10 дней перед завершением необходимо представить уведомление об окончании, в котором будет указано, какой объект построен с приложением технического паспорта. Точно такое же уведомление в мэрию теперь нужно подавать и при строительстве частного дома на земле под ИЖС. Такой же документ потребуют и для сноса индивидуальных жилых домов и дач. Кроме того, в администрации подчеркнули, что уведомление нужно направлять исключительно через портал госуслуги. Электронная почта администрации города и департамента архитектуры для этих целей не подходит. Добавлю, что уведомление согласно новому федеральному закону носит нерекомендательный характер, а обязательный. В противном случае собственников земельных участков ждут штрафы.